Добрый день! В эфире Илья Вунг ТВ. У нас в гостях председатель правления Российского исторического общества Константин Ильич Могилевский. Добрый день, Константин Ильич! Здравствуйте! Очень рады, что вы вновь пришли в нашу студию. Рады вас здесь видеть. Спасибо! Константин Ильич, мы знаем, что вы сегодня выступали с лекцией филиалей МГУ в Ереване. Уже есть отголоски, говорят, что было очень интересно. Пожалуйста, расскажите, о чем была ваша лекция сегодня в Ереване? Спасибо за то, что передали на такие отзывы. Мы говорили о проблемах, связанных с фальсификацией истории, с противодействием фальсификации истории. Говорили о том, что это вообще такое, кому это нужно и почему нужно этому противодействовать, почему нужно изучать историю, почему нужно беречь историческую правду. Ну вот, этому была посвящена лекция и небольшая дискуссия в ходе лекции. А про какой-то конкретный период говорили или в целом об этом, как о явлении? Ну, конечно, во-первых, в целом, как о явлении, потому что здесь есть некоторые вещи, которые стоит, на мой взгляд, понимать. Понимать, что фальсификация истории, то есть искажение исторических фактов, бывает нужно деструктивным силам для решения двух задач. Первая задача — это задача, связанная с идентичностью. То есть вот мы ощущаем себя частью большой страны, частью великого народа, российского, армянского или вот частью какой-то такой общности русского мира, может быть. И в основе вот этого ощущения идентичности — представление об общей истории, о достижениях наших предков, об их победах, об их успехах в мирном строительстве. И если вот эту память о тех людях, которые жили до нас, у нас отбирают или как-то переначивают и начинают подменять вот эту добрую память какими-то представлениями о том, что вот, а может быть, это вообще было преступное государство и неправедные люди. Или тем, что на самом деле бы и не победы были, а сплошные поражения, и не строительство мирное, и созидание, и разрушение. И вот, а это неправда. Но есть технологии, которые позволяют в исторической памяти людей правду заменить на неправду. Предкам нашим от этого ничего не будет. Их достижения, их подвиги останутся при них. Но память нужна нам для того, чтобы ощущать себя вот этой частью большой общности великого народа. А если у нас тут память отобрать, то надо с нами просто справиться. Если задача с нами справиться, нас победить, то вот это такой эффективный способ это сделать. А второе, это еще более такая сложная задумка, но мне кажется, она тоже имеется в виду. Дело в том, что для чего нам вообще нужна история? Мы же, что в личной жизни, что в государственной, стараемся принимать решения, основываясь на опыте. На нашем представлении о том, что было, какие исторические процессы привели к ситуации, которая на сегодняшний день сложилась. И исходя вот из этого представления об исторических процессах, исходя вот из такого растянутого времени опыта, мы принимаем решения о том, как нам дальше быть. Мы же не назад смотрим, а вперед мы будущее строим. Но для этого мы, конечно, даже если этого не осознаем, мы имеем в виду исторический опыт. Мы продолжаем вот какие-то тенденции. Если мы эти тенденции, эти процессы понимаем неправильно, если в основе лежит представление не о том, что было на самом деле, а о какой-то выдуманной реальности, то мы решения примем неправильные. Мы не получим то, что мы хотим. Поэтому в этом, собственно, суть и смысл этих попыток фальсификации истории, которые мы наблюдаем сейчас со стороны государств, западных элит. И говорил о том, что не надо мазать все одно краской. Говорил о том, что Россия никогда не противостояла народам. Говорил о том, что и на Западе есть множество нормальных, здравомыслящих людей, которые за мир, за равноправное сосуществование. Есть достаточно таких хороших, серьезных ученых, с которыми, хоть и сложно, но все-таки поддерживается диалог, остаются какие-то каналы. Это люди, которых не нужно смешивать с той абсолютно проамериканской элитой, которая сейчас в европейских государствах у власти на беду этих самых государств. Ну, в общем, об этом был сегодня разговор. Вы сказали, что также была дискуссия. Вот мне интересно, основываясь на этой дискуссии и на ваших прежних поездках, когда вы приезжали, общались с общественностью, на ваш взгляд, насколько Армения сегодня подвержена вот такому вот влиянию, искажения исторической памяти, информационному какому-то давлению в целях искажения? Или все-таки в Армении еще сохраняется историческая правда в умах людей? Ну, и так, и так. Конечно, многие люди... Знаете, Армения, она в одном смысле особенная совершенно. Вот единство армянской нации, такой распространенной по миру, оно во многом основано на исторической памяти, на представлениях об истории и о великих достижениях, о страшных трагедиях. И поэтому для армян история тут что-то особенно важное. И поэтому, как мне кажется, вот эта историческая память армянского народа, она подвергается вот таким деструктивным усилиям со стороны врагов, чего уж не говорить. И понятно, да, что если заставить людей поверить, ну, я утрирую, может быть, конечно, но в том, что вот на своей земле армяне вообще по ошибки же, хоть она, дескать, никогда не принадлежала. А как еще победить? По-другому армянский народ не победишь. А если он сам вдруг начнет признавать какие-то мнимые ошибки и соглашаться с тем, что вот и это не наша земля, и это не наша земля, ты делаешь уступку за уступкой добровольно. Одно дело, когда уступки делаются под давлением непреодолимой силы, сегодня такие обстоятельства, завтра будут другие обстоятельства, это жизнь, эта история в ней все меняется. Но когда народ утрачивает историческую память и начинает, знаете, вот мы говорили сегодня тоже об этом, вот в истории российско-армянских отношений никогда не было вражды, можно упасить. И никогда не было такого, что Россия была на какой-то другой стороне, или Армения была на какой-то другой стороне. Когда Армения, вот эта тесная связь с Россией становилась менее тесной, тогда это для Армении, для армянского народа хорошим не заканчивалось. И наоборот. Мне кажется, это тоже такой важный исторический урок. И кто, как не Россия, заинтересован в том, чтобы Армения была процветающей. Поэтому, кажется, вот об этом тоже нужно помнить, об этом нужно говорить. Давайте мы движемся вперед, смотрим на крупные исторические даты, которые предстоят. Уже в этом году отметили 195-летие, буквально через 5 лет, 200-летие Ашаканской битвы. Это один из таких вот пиков, что ли, российско-армянской дружбы, боевого братства и такого вот братства, ограничившего самопожертвования. И понятно, что вот этот юбилей, он должен быть очень хорошо подготовлен и пройти так, чтобы, если где-то вот эта историческая память заболела, чтобы мы ее смогли вылечить таким образом. Константин Ильич, какие самые такие действенные методы противостояния фальсификации истории? Историческое просвещение. Только чистой водой смывается грязь. И только таким подробным, современным, интересным рассказом об истории, такой, какая она была на самом деле, с использованием самых современных средств коммуникации, социальных сетей, создания видеороликов, коротких и ярких текстов, имеющих в своей основе качественное научно-историческое знание. Вот другого нет, другого ничего не придумано. Как вы можете противодействовать лжи и с неправдой? Только правдой. Рассказывать правду, и правду, может быть, она иногда тяжелая, непростая, не самая приятная, но она правда. И если мы ей руководствуемся, то у нас и будущее будет лучше. Решения, которые мы будем принимать, основываясь на реальном опыте, позволят нам сделать будущее таким, коим мы хотим. А если будем все какие-то воздушные замки строить, вдумывать, и тем более идти на поводу у тех, кто нам подсовывает какие-то простые и не имеющие никакого отношения к действительности конструкции, то мы, конечно, проиграем сами у себя, выбьем почву из-под ног. Я думаю, вот так это звучит слегка. На самом деле это тяжелый труд, тяжелый, постоянно здесь большая ответственность лежит на историках, на людях, которые вот этими знаниями обладают. Нужно достучаться до людей, рассказать людям. Но вот это такая большая задача. Каждый, мне кажется, на своем месте, кто считает для себя возможным, должен этим потихонечку заниматься. Константин Ильич, большое вам спасибо за интересное интервью. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин